МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорили, что китайцы заполонят рынок. Ну что ж, вот и дождались. Предстоит мне сегодня с вами, друзья, познакомиться с автомобилем, название которого я даже выговорить не могу. Пишется Донгфэнг, произносится Дунфэн, а на машине вообще три буквы – Ди-Э-Ф-М. На самом деле это аббревиатура от названия компании Дунфэн Мотор. В общем, придется привыкать. Благо, имя модели с индексом С, привычное по автомобилям Вольво и Мерседес, запоминается легко. Все просто – С30. Она, в общем-то, даже ничего симпатичная, не блещет, конечно, изысканностью, но для бюджетного седана вполне сойдет современный дизайн. Выштамповка на капоте и противотуманки, интегрированные в бампер. Во всяком случае, во внешности я не узнаю сходства ни с одной европейской моделью. Неужели у китайцев появилось свое лицо? И оно вполне может стать узнаваемым. Интерьер, как ни странно, вполне нормальный. Никакой азиатчины в виде дешевых вставок под дерево или оторочки с золотым кантиком не наблюдается. В представительстве очень гордятся, что руль регулируется в двух направлениях – по вылету и по высоте. Да, далеко не у всех бюджетных моделей есть подобная функция. Но, тем не менее, чтобы найти удобную посадку для себя, нужно поэкспериментировать и с рулем, и с креслом. Немного терпения, и, в общем-то, можно найти комфортное положение. Руль достоин того, чтобы о нем поговорить отдельно. Вообще складывается такое ощущение, что его взяли из какой-то модели премиум-класса и поставили в Дурфен. Потому что он оторочен кожей. Здесь, конечно, не натуральное дерево, это, понятно, пластмасса, но, тем не менее, выглядит он очень красиво. Для удобства пользования мультимедиа все функции вынесены сюда. Можно переключать радиостанции, громкость, пользоваться бортовым компьютером и даже круиз-контролем. Я, правда, не знаю, пригодится ли он на этом автомобиле, но сейчас поедем и увидим. По последней моде здесь 7-дюймовый сенсорный экран. Помимо того, что можно слушать радиостанции, прослушивать диски, можно также и подключать телефон для того, чтобы без помощи рук вести телефонные разговоры. Но сколько я не пыталась подключить его по системе Bluetooth, у меня ничего не вышло. Надо отдать должное, китайцы уделили внимание мелочам. Зеркала, очешник, подлокотник небольшой, но зато глубокий, подстаканники. Единственное, что бардачок каких-то странных по современным меркам автомобилестроения размеров. Ну, перчатки сюда положить можно, а бумага формата А4, конечно, не поместится. Впечатление от интерьера уже лучше. То есть раньше было совсем грустно, то теперь вполне себе научились делать. Приборы в колодцах, руль с кнопочками, можно все щупать, трогать без какого-либо смущения. Ничего не хрустит и ничего не отваливается. А главное, почти не пахнет. В сравнении с конкурентами, внутреннее убранство Doomfana S30 оставляет приятные впечатления. Мои попытки отыскать хоть какие-то ярко выраженные изъяны не увенчались успехом. Наоборот, я нашла такие приятные мелочи, как USB-устройство и функцию приглушения музыки при движении задним ходом. Свои поиски недостатков я продолжила на галерке. Задние места в Doomfana больше напоминают домашнее уютное кресло. Так и кажется, что закроешь сейчас глаза и уснешь. Место для коленей с лихвой, над головой тоже. Для ступней место есть, правда, здесь видно, как отходит пол. Центральный тоннель невысокий, так что втроем можно будет разместиться. Единственное, что третьему пассажиру несколько будет упираться в спину подлокотника, а также у него не будет собственного подголовника. Но зато вдвоем здесь будет вполне вольготно. Но кроме комфорта, ничего другого предложить на заднем сидении в Doomfana не смогут. Здесь нет ни дефлекторов обдува, ни USB-зарядки для гаджетов, ни пепельницы, ни прикуривателя. Только лампы индивидуального освещения, два кармашка и небольшие кармашки в дверях. Ну вот, пожалуй, и все. А еще? Вы когда-нибудь видели такие смешные коврики? Удивляет логика конструкторов. О том, чтобы пассажирам на заднем сидении было, куда поставить локти и стакан с минералкой, они подумали, о беспрепятственном доступе в багажник нет. То есть провозить длинномеры здесь будет крайне сложно, вернее, практически невозможно. Логично было предположить, что одно из кресел складывается и дает возможность провести, ну, я не знаю, например, клюшки. Но нет. Для того, чтобы увеличить багажник, придется складывать все сидение. При этом ровный пол все равно не получается. А может быть, он и не нужен? Заглянем в багажник. 487 литров. По сравнению с конкурентами, это очень неплохой результат. Комплектуется Дунфен С-30 полноразмерным запасным колесом. Крышка обита войлоком, никакой железы здесь не торчит. Единственное, что нет, ручки закрывания, поэтому дергать придется либо за замок, либо непосредственно за саму крышку, пачкая каждый раз руки. Камера заднего вида предусмотрительно спрятана, поэтому есть шанс, что она не будет заляпана дорожной грязью и реагентами. Не буду вам рассказывать, сколько предубеждений существует относительно китайцев. И у нас, автомобильных журналистов, работа опасная, поэтому я подготовилась. Незгораемый комбинезон я, конечно, надевать не стану, но вот шлем крепкий. Попробую. Кто знает. Может быть, пригодится. Хотя бы несколько метров я в нем проеду. Сколько вообще здесь подушек безопасности? Надо посчитать. Так, одна водительская, одна пассажирская и две в креслах. Итого четыре. Четыре подушки безопасности и пять звезд китайского агентства China NCAP. Ну, в общем, быстро все равно эта машина не едет, поэтому я думала, что сниму шлем, все-таки в нем неудобно. Выбором моторов S30 не обрадует. Вернее, у отечественных любителей автомобилей из Поднебесной его не будет совсем. Сейчас в линейке компаний два автомобиля. S30 и городской кроссовер H30. На двоих у них один четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра, который выдает 117 лошадиных сил. Стоит отметить, что за основу был взят ниссановский мотор, но инженеры компании DUNFEN его доработали, и сейчас это уже позволяет им говорить, что это мотор их собственной разработки. Трансмиссия предлагается на выбор с пятиступенчатой механикой либо с опциональным четырехдиапазонным автоматом. От выбора коробки переключения передач зависит цена. 495 тысяч рублей придется заплатить за механику и 539 тысяч за автомат. Выпускаются автомобили на том же самом заводе, где производят Ниссаны для внутреннего китайского рынка. Производители компании говорят о том, что причина того, что они достаточно поздно вышли на российский рынок, в том, что они предъявляют повышенные требования к качеству своего товара. И подтверждение этих слов дают гарантию на три года или на 100 тысяч километров пробега. Единственное, что может смущать, так это межгарантийный пробег, который составляет 10 тысяч километров. Но с другой стороны у Тойоты, например, такой же. Надо сказать, что у нашего китайца в Европе есть неплохие родственнички от прародителя в лице Citroën ZX, что выпускался в конце 80-х, в начале 90-х S30 досталась модернизированная переднеприводная платформа. Такой выбор был не случайен. Просто Дунфен принадлежит 14% акций Peugeot Citroën. Поэтому они имеют доступ к некоторым технологиям, пусть не передовым, но, по крайней мере, проверенным временем. Подвеска очень мягко отрабатывает все ямы и неровности, и сразу даже и не поймешь, что это китайский автомобиль. Я бы сравнила его с какими-то моделями корейского автопрома или даже с японцами. Очень достойно. Передняя часть кузова Дунфен F30 опирается на независимую подвеску со стойками Макферсона, ну а сзади китайцы установили скручивающуюся балку. На колесах передней оси использованы вентилируемые дисковые тормоза, а на задних колесах простые дисковые механизмы. Что больше всего расстраивает в этом автомобиле, так это люфт, который есть на руле. Здесь практически 30 градусов. Я могу поворачивать руль, но колеса никак не реагируют на эти движения. То есть, когда я поворачиваю, я в буквальном смысле наматываюсь на руль, и с набором скорости он не тяжелеет, не наливается. Вот он какой есть, таким и остается. И так, конечно, быть не должно. Шумоизоляции в автомобиле нет. Ну, видимо, ее просто забыли сделать. Поэтому складываются ощущения, что своей пятой точкой ты прямо сидишь на двигателе и слышишь в полном объеме все его переливы. В отсутствие шумоизоляции можно найти и плюсы. Например, услышать, как капли дождя падают на капот. Как это романтично. Если музыка дождя и мотора вам все-таки надоела, можно включить мультимедиа-систему и послушать, например, классику. Кстати, акустика здесь на очень хорошем уровне. Даже не все европейские модели могут похвастаться подобной. Внешне китайцы уже не те, срисованные под копирку европейской внешностью и ядовитым запахом пластмассы в салоне. Надо сказать, что все нюансы поведения Дунфена С30 на дороге я передать не смогу. Машина, которую мы получили на тест, новая не только в переносном смысле, как модель, делающая первые шаги на российском рынке, но и в прямом. Пробег по одометру 150 километров, 100 из которых намотала в процессе съемки я. Было бы неверно составлять окончательные выводы об автомобиле, который еще не прошел обкатку, не разработались педали и не притерлись тормозные диски. Но то, что в конце теста машина поменяла свой характер поведения на дороге и стала ехать заметно лучше, это точно. И со шлемом я, конечно, погорячилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok